Один из подающихся апологетов Древней Церкви, святой мученик Иустин Философ, в одном из своих творений пишет «В этом мире есть сила, которая не поддается человеческому разумению. Силу эту мы называем благодатью. И сила эта не делает человека поэтом, делать его философом или выдающимся ритором, но именно этой силой смертные становятся бессмертными. Люди богами, земнородные, жителями неба. В сегодняшнем апостольском послании Коринфянам святой апостол Павел обращается к каждому из нас с такими словами «Умоляю вас, братья, чтобы благодать Божья не тщетно было принято вам». То есть апостол Павел тоже говорит о благодати, причем настолько ее ценен, что не просто нам заповедует, он умоляет нас, последователей Христа, чтобы та благодать, которую мы получаем в Церкви Крестовой, начиная с Таинства Крещения, не была тщетной, то есть бесплодной для каждого из нас. Что такое благодать? В Закомном обиходе мы очень часто используем это слово и подчас не придаем ему подлинного значения. Конечно, прислушиваясь святому мученику Иустину, мы можем сказать, что по-настоящему мы не сможем дать правильное определение благодати Божьей, потому что нет человеческих слов, человеческого инструментария, который бы вполне объяснил нам что-то то, что касается жизни самого Бога, что касается нашей веры. Мы можем только нащупывать то, что подается каждому из нас на опыте нашей жизни. Жизнь верующего человека, она в полноте своей на 100% необъяснима, логически. Потому что именно через веру человеку дается прознание Бога. А вера тоже необъяснима. Это особая сила, она не подается опытному такому человеческому объяснению. Это дается только через опытные познания верующего человека. То есть, чтобы понять верующего человека, нужно быть верующим. Поэтому, конечно, все ошибаются, те, которые что-то говорят о церкви, о верующих людях, будучи сами неверующими. У них нет познания веры, нет познания церковной жизни. Они всегда будут ошибаться. Но для нашего понимания, наша вера разумная, как говорит апостол Павел Бога в послании, и, конечно, все, что касается нашей жизни в вере, оно должно быть разумным, тоже восприниматься нашим разумом, потому что человек спасается весь. По знанию Бога призывается весь человек. И ум, и сердце, наши чувства, наша интуиция, и наше тело в том числе. И все, что касается нашей веры, что является фундаментом нашего христианского мировоззрения, оно зиждется на Священном Писании. Когда мы хочем что-то сказать о Боге, мы, конечно, прежде всего читаем Священное Писание. Если мы что-то хотим познать, что касается нашей жизни, христианской, нравственной, то мы тоже должны черпать и Священного Писания. Это то сокровище, то Слово Бога, которое дано нам в понимании, для воскрятия и самое главное для нашего спасения. И Священное Писание изначально говорит, что человек — это винестворение. Бог создает человека из земли, из прака земного. Но подлинным человек становится только тогда, когда он получает дыхание из жизни самого Бога. То есть человек становится образом и подобием Божьим, только когда соединяется с Богом через Духа Божия. Когда человек получает дуновения божественные. именно благодаря Духу человек может соединиться с Богом. Живя в Духе, в Духе Божьем мы живем в Боге. Но, к сожалению, у человеческой истории произошла трагедия, грехопадение, отказ человека от Бога. И в силу грехопадения рушится все Божье домостроение, касающееся простоты человеческой жизни в соедине с Богом. Святые отцы говорят, что у человека есть три состояния. Естественное, противеестественное и сверхъестественное. Вот человек, когда получил дуновение Божие, это естественный человек. Он земнородный, с додатками и с возможностями прямого общения с Богом. Человек без смерти. Но в силу греха человек отказывается от Бога, отказывается от Божественного дуновения. Благодаря Божию решает непосредственные связи человека с Богом. То есть человек отказался от Духа Божия, от самого Бога. И он остался один на один сам собой. Он оказался в противеестественном состоянии. То есть такого состояния Бог для него не создавал. А сам человек захотел жить так. И самая большая отрузненность в том, что грех настолько вошел в человеческое естество, что он стал частью человеческой жизни. Преподобный Макарий Екибрский говорит, что грех стал второй душой человека. Причем иногда при выборе человек избирает именно грех, а не святость. То есть избирает жизнь по второй душе своей. И нет благодати Духа Божия, чтобы вот в таком неестественном состоянии человека можно было воссоздать сил человеческий недоставал. Но Бог настолько любит каждого из нас в свое творение, что решается на великое смирение, на великую жертву. Сам Бог становится человеком для того, чтобы даст возможность преодолеть человеческой природе вот это противоестественное состояние, вернуть опять возможность жить в Духе Божьем, в благодати Духа Божьего. Бог воссоздает человеческое действиество. И вот каждому из нас, который принимает крещение, дана возможность соединиться с преображенной и спасенной природой Сына Божьего. Вот это и есть та возможность опять вернуться и жить в благодати Божьей. Святитель Григорий Палама он так и пишет, благодать Божья это сам Бог возглав Божественной сущностью. Божественная природа она непостижима от творения. Но есть Божественная энергия, Божественная жизнь. Вот это и есть благодать Духа Божьего. И поэтому пишет он соединяясь с благодатью, человек соединяется с Богом. Вот это и есть тот процесс обложения, о котором говорятся те отцы, которые являются главной задачей человеческой жизни. Преоположный Саврия Федоровская мы помним всегда, намучал, что главной целью человеческой жизни является содержание Духа Божия. И вот это все дается человеку в Церкви Христовой через церковное таинство. Если человек входит в ограду церковную через крещение, то он имеет возможность жить в благодатье Духа Божия, потому что преодолеть греховность невозможно без помощи Божьей. Почему невозможно? Потому что, во-первых, грех привлекательен. Но он привлекательен в силу своей смертоносности. даже считая какие-то книги, мы знаем, что для того, чтобы человека есть враги, которые хотят убить, отравить человека, конечно, они не дают ему яд в открытом виде. Они поднимают что-то хорошее. Вот так и дьявол, враг рода человечества, предлагает человеку грех привлекательности. Причем в одиночку своими силами человек не может противостоять дьяволу. Потому что и воля, и разум, и чувство дьявола намного сильнее человеческих. У него большой опыт борьбы с Богом. Но с Богом он бороться не может, поэтому он выбирает человека, образ Божий. Таким образом он борется с Богом через человека. И нам дается возможность побороть дьявола, но побороть не своими силами, а силой Божьей. Той благодатью неизреченной, невозможно выразимой, но реальной силой, которая есть в арсенале каждого православного христианина. В поза церкови такой благодати нет, такой помощи у человека нет. В одного великого подвижника ученики как-то спросили, Абла, а почему ты так настаиваешь, что спасение возможно только в церкви, только будучи православным человеком? Разве поза церковью нет хороших людей? Разве неверующий не делает добрые дела? на что понимали? Спасение спасение это не просто набрадо за добрые дела. Спасение это соединение с Христом. Вот что такое спасение. Но если ты не веришь в Христа и не желаешь этого соединения, спастись невозможно. Если ты не веришь в Христа и не являешься чадом церкви Христовой и ты не получаешь этой благодати, если даже хочешь быть спасенным, но ты не получаешь, что ты не член церкви Христовой, где нет этого входа в божественное таинство. И только когда человек и верит, и желает быть с Богом, своим Христом, вот ему открывается эта дверь, а благодать Божия, которая присутствует в жизни церковной, таинства церковных, она и помогает нам в этом соединении, этой главной задачей нашей жизни. Причем именно благодать Божия это та единственная сила, которая нас сохраняет в этом мире как людей, как образ и подобие Божия. Без силы Божьей, без благодати Божьей невозможно прожить на этой земле. Но это сила не магическая. Иногда когда мы говорим о каких-то особых силах, божественных церквей, то некоторым кажется, что придет священник, он скажет какие-то слова сакраментальные, и вот как магия будет действовать у этого человека. Нет, конечно же, так действует только дьявол, который хочет тоже обмануть человека, иногда помогая как бы человеку ученку в болезни и в каких-то других земных делах. А Бог действует по-другому. Человеку важна не конкретная даже минута человеческой жизни, потому что Бог думает о нашей вечности. Вот эта минута иногда тяжелая для нас, она решает очень многое, это Бог посылает нам, чтобы мы задумались, кто мы есть, и для чего мы созданы. Зажадим в комфорте мы редко думаем о Боге, и думаем о своей беспятной душе. Когда нам плохо, да, и когда нет возможности помочь нам через какие-то силы медицинские или какие-то другие, наших ближних, вот тогда мы начинаем думать уже о том, а кто же может помочь. А помочь может только Бог. Сладать Божий сохраняет человека, как он есть, его характером, но преображает к лучшему. Это путь всей жизни, это не путь, не просто какое-то движение минутное, часовое, день, нет, это весь путь наш, и благодать Божию, если мы не отгоняем с ним греховным поведением, она постоянно нас изменяет, она будоражит, чтобы мы думали о наиглавнейшем, что есть в нашем земном бытии. Именно благодать Божия дает человеку иногда наивысшую возможность потерпеть не только за свои недостатки, а дает потерпеть ради славы Божьей. Именно благодать Божия иногда венчает человека мученической возможностью пострадать за Христа. Святитель Абросий Меделанский вот так и пишет, страдания и гонения посылаются не всем, а только избранникам, кто любит Бога и кого Бог любит. Мы сегодня празднуем День памяти святой мученицы Татьяны, этой удивительной молодой девушки. Водать Божия коснулась ее сердца в раннем возрасте, она поняла смысл человеческой жизни изначально. И не взорвая на свою красоту земную, на свои возможности, помним, ее отец был богатым и знатным человеком, но все это для нее не имело никакого значения, она полюбила Христа всей своим сердцем, всей душой и всем своим помышлением. Она поняла ради чего Бог дает человеку жизнь, ей конкретно. И поэтому никакие страдания уже не были страшны. Именно благодать Божья тогда помогает человеку особенно не убояться страданий и не пасть под этими страданиями, не предать в последний момент, когда по-настоящему зарабатывает истин самосохранение. Это ведь на самом деле очень сложно, человек создан бессмертным и в своих генах он это чувствует и земная даже смерть его ужасает. Это все. И только особое божественное обладание может человека подкрепить в этот момент, не струсить и не допустить в свой ум какой-то компромисс предать Бога своего. Именно поэтому мы так особо почитаемся от их мучеников, которых благодать Божия особым образом сохраняла для нашей веры с вами. чтобы мы даже в каких-то маленьких испытаниях смотрели на их жизнь и понимали, что если есть ревность человеческая, если мы изначально поняли смысл человеческой жизни и начинаем потихонечку что-то делать это направление, Бог все будет делать за нас своей благодатью и спасет нас обязательно. Поэтому будем внимательны к своей жизни, будем внимательны к тем дарованиям, которые нам Господь дает. И нам людям церковным дана вот эта удивительная сила Божия, сам Бог присутствует в нашей жизни через свою благодать. И будет поэтому вот прислушаемся сегодня к апостолу Павлу, чтобы никаким образом те великие дарования Божественные, которые мы получаем в Церкви Христовой, не были тщетными. Мы не были посмеяны за свое безверие, за свое малодушие, а стремились сколько это возможно по-человечески быть крепкими в своей вере. А крепость веры, она утверждается добрыми делами, малыми, великими, теми возможностями, которые есть в каждом из нас каждый день, сделать что-то доброе в этой жизни. И тем образом укрепляется вера наша. И Бог тогда сам своей благодатью и человеколюбие дает все необходимое, чтобы человек спасся и получил вечную жизнь, которая никогда не будет конца в обеде. Аминь. Это вот. Спасибо.